Добрый день, Марина! Спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась дать нам интервью. Добрый день! А мне будет очень приятно поделиться с женщинами своим положительным опытом. Тогда, Марина, у меня сразу вопрос к тебе. С какой историей ты ко мне пришла, обратилась ко мне за помощью? И вообще, какая была причина обратиться за помощью к психологу в твоем положении? Что было в твоей жизни такое? Ну, если ты помнишь, Лен, я пришла к тебе как к психологу абсолютно разбитая, абсолютно потерянная. Дело в том, что на тот момент я встречалась с мужчиной, с которым была уже знакома два с половиной года. И эти отношения, они были какие-то непонятные, какие-то вяло текущие. И в конце концов у меня просто наступила депрессия. И появились мысли, а что мне ждать от этих отношений? А что будет дальше? А куда они ведут? Мне надоело ездить туда-обратно, потому что на тот момент этот мужчина жил в другой стране. Мы жили в разных странах. В конце концов у меня возраст, мне 46 лет, и мне надо как-то устраивать свою жизнь. А здесь все топчется на одном месте. И что оно будет дальше? И к чему эти отношения приведут? И нужно ли в конечном счете вообще их продолжать? Да, я помню, ты говорила о том, что его друзья влияли на его выборы и на его мнение. И то, что ваши отношения были непонятными еще и по этой причине. Ну и конечно, со всех сторон на него давили его друзья. Ну как же так? Ну знакомство по интернету, ну к чему оно может привести? Это так несерьезно. Какие серьезные женщины там могут быть? И тем более ты же знаешь, что всем этим женщинам надо. Им надо только уехать за границу из своей страны. Их интересуют только деньги. Ну и так далее и тому подобное. Все в том же развитии, все в том же ключе. Да. И тогда теперь расскажи, пожалуйста, что повлияло на изменение отношений? Ну в тот момент я встретила тебя. Да, спасибо. Спасибо за комплимент. Я это так понимаю. Ну конечно комплимент. Потому что ты как психолог мне очень помогла. Ты разъяснила мне, что же происходит на тот момент в наших взаимоотношениях. Из нашей первой встречи с тобой я поняла, очень многое поняла. И у меня зародилась надежда. То, что ты говорила, я внимательно конспектировала. Я внимательно слушала. И хотя было страшно в тот момент вериться и впустить в свою жизнь, в свои отношения другого человека. В то же время я чувствовала, что за твоими словами, за всем тем, что ты мне говоришь, есть какой-то глубокий, какой-то настоящий смысл. И эти знания теории любви, которым ты меня учила, они открыли что-то новое для меня. Они открыли новое видение наших взаимоотношений. Показали на ошибки, которые были между нами, которые я допускала, и достаточно серьезные ошибки. И в целом из этой теории любви я поняла, как нужно правильно себя вести. И как нужно сделать так, чтобы его чувства были действительно по-настоящему глубокими. Чтобы от него исходили действительно настоящие чувства любви. И как ты можешь констатировать факт проявления этих чувств? Ну, я стала делать все то, как ты меня учила. Да. И как ты поняла, что вот его чувства вот вдруг вспыхнули к тебе? Что он тебя полюбил необыкновенной любовью. Как ты это поняла, как ты это увидела? Ну, во-первых, по реакции. Ты мне говорила, что будет определенная реакция с его стороны, определенное действие. Да, в результате так оно и получилось, и так оно и сходилось. Я выбрала определенную тактику поведения. Так. И после этого я почувствовала исходящие от него другие вибрации. Исходящие от него настоящие чувства. И как результат он сделал мне предложение. Да, да, да. Это было таким потрясением, таким открытием, таким, это было так классно. Да, да, да. И теперь я точно знаю, как вести себя надо с настоящим мужчиной. Вернее, ну, с любимым. Как вести по-настоящему себя с любимым человеком. И эта любовь со временем, я чувствую, она становится более сильной, более глубокой. Она выходит, ну, как бы это сказать, на более высокий, другой уровень развития. Он не может надышаться на меня. Он мне говорит, какая я лапочка, какая я солнышко. Пыльиночки с меня сдувает. То есть ты хочешь сказать, что ваши отношения качественно изменились? Конечно, конечно, качественно изменились. И за это огромное тебе спасибо я хотела сказать. Да, спасибо. Я просто хочу здесь больше сконцентрировать внимание на вот это перевоплощение, которое произошло. Ты скажи, пожалуйста, до того, как ты получила эти знания, у вас были такие отношения раньше? Вот когда вы там встретились, когда начинались отношения? Я поняла, поняла. Нет, не были. Не были. То есть ты хочешь сказать, что получив эти знания, теория любви, ваши отношения просто воспылали любовью друг к другу? Конечно. Они дали мне возможность не только выйти замуж за любимого человека, но они дали мне возможность научиться, как правильно себя вести. Как сохранить эти отношения и как их действительно качественно улучшить. Да. И это не менее важно, чем выйти замуж. Да, да, да. Даже ещё важнее. Да. Я, кстати, поздравляю тебя, Марина, с достижением великолепного результата. Ты молодец, ты огромная молодчина, потому что ты приложила огромные усилия, ты была настойчивая. Я помню тебя, что ты не позволяла себе никаких назад каких-то отклонений или что-то. Ты решила... Не влево, я шла вперёд. Да, ты шла вперёд и достигла своего. То есть ты пришла к желаемому результату. И самое главное, конечно, не просто то, что вы поженились, именно то, что между вами образовались такие великолепные чувства. Теперь, хочешь ли ты что-то сказать или какое-то обращение к моим женщинам, потому как они попали ко мне именно в таком же положении, как в своё время ты попала ко мне. Да, конечно, хочу сказать. Я хочу сказать, что, девчонки, ничего не бойтесь. Идите вперёд, дерзайте. Хуже точно не будет. Будет только лучшее. Слушайте Елену, применяйте на практике те знания, которые она вам преподаёт и чему она вас учит, и всё будет просто замечательно. Вы всего добьётесь, всё будет окей. Спасибо тебе, спасибо, Марина, тебе за это интервью. Спасибо за пожелания моим женщинам. И желаю тебе оставаться счастливой и такой радостной и любимой женщиной на всю оставшуюся жизнь. Спасибо, Леночка. Я очень-очень рада за тебя. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Ну всё, на этом мы как бы завершаем наше интервью. Ещё раз спасибо и всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...